30 ноября состоялось очередное заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям. Как изменилась эпид-обстановка в Десногорске, смотрите в сюжете. В период с 23 по 30 ноября выявлено 73 новых случая заболевания ковидом. У 34 человек диагностировали пневмонию. В основном показатели остаются на уровне прошлой недели. Это относится и к ситуации в стационарном отделении. Сейчас у нас в ковидном госпитале на госпитализации 62 человека. Из них привитых только 7 человек. 55, соответственно, непривитых. В реанимации 5 человек, на ИВЛ 2 человека. Не иссякает количество желающих пройти иммунизацию от ковида. Город уже достиг отметки в 67% вакцинированных. Первым компонентом вакцинировано 14 894 человек. Вторым 12 961. Ревакцинировано 3575 человек. Достаточно активно люди продолжают обращаться. Количество вакцинированных за день составляет от 100 до 150 человек. Причем на первичную вакцинацию люди также продолжают идти от 30 до 50 человек в день. В медико-санитарную часть поступили препараты для амбулаторных пациентов, которые выдаются им бесплатно. Благополучно разрешилась и ситуация с нехваткой кислорода для тяжелых пациентов. Мы централизованно получили из ФМБА 30 кислородных концентраторов. Сейчас часть из них уже в работе, поэтому на, скажем так, баллонном кислороде у нас находятся только пациенты, находящиеся в реанимациях. Все остальные пользуются кислородными концентраторами. Значительно снизилась статистика по заболеваемости детей. Среди школьников показатель инфицированных не превышает 10%. Только в двух детских садах Теремок и Ивушка проводятся карантинные мероприятия. На изоляцию ушли три группы дошкольников. Виталий Волков, Юлия Соболева, Александр Ерофеев, Деснат-ТВ.